Гастроли Мариупольского Республиканского Ордена Знак Почёта Академического Русского Драматического Театра можно назвать подвигом. Актёры год назад остались без здания театра. Его взорвали украинские националисты. Но они продолжают работать без сцены, нормального помещения для репетиций, реквизита. Театральная труппа заметно сократилась. Мы благодарны за приглашение на фестиваль. Для нас это большая честь. Мы очень соскучились за зрителями. Мы очень соскучились за сцены. Для нас это как огромный глоток воздуха. У нас сегодня премьера нашего спектакля. Поэтому не судите строго. Я желаю вам приятного просмотра и всего самого наилучшего. Спасибо. Мариупольский драмтеатр представил постановку Ларисы Колесник «Человек, который платит» по пьесе французского драматурга Ива Жемяка. Первыми его увидели зрители фестиваля «Лецидей» в Ульяновске. Актерский состав сильно у вас сократился? Получилось так, что именно из старых актеров у нас осталось совсем много. В основном мы сейчас набрали много молодежи. С ними нужно работать, их нужно учить. Они все еще маленькие, молодые, неопытные. То есть вы начинаете с нуля, получается? Практически, да, мы все начинаем с нуля. У нас нет ничего, абсолютно. У нас все сгорело, все пропало, артисты разъехались. Поэтому мы сейчас по крохам собираем реквизит, по крохам собираем костюмы, по крохам какое-то оформление. Хорошо у нас остался наш художник главный. То есть это замечательная женщина, которая всю жизнь свою отдала тоже театру. Вот она как раз художник нашего спектакля. Поэтому у нас даже здания не было. Нас поселили в одно здание, потом мы это здание начали ремонтировать, выселили в другое здание, теперь начали ремонтировать это здание. Нас снова перебросили в это здание. А сцены у нас до сих пор нет. То есть у нас даже не было полноценного прогона со светом, со всем. Вот он сейчас будет и прогон, и премьером. Вы даже порепетировать, наверное, не успели, да? Ну, какие-то технические моменты мы успели порепетировать, а собрать спектакль мы успели. Я надеюсь, что ребята соберутся, и все будет хорошо. Вообще, как жизнь у вас там складывается сейчас в Мариуполе? Город не брошен. Город отстраивают. Отстраивают театр, обещают нам вот к концу 2024 года вернуть наше здание. Даже в лучшем варианте, чем оно было. Поэтому дома строятся, люди возвращаются. Жизнь есть. Вот это самое главное. Вам хотят вернуть вот этот театр, который горел, да? Да, наше здание его восстанавливают. Уже? Да, уже работы идут. Работы идут еще, по-моему, с июня месяца прошлого года. То есть они там разбирали завалы, там разобрали все ненужное. Сейчас как бы восстановление идет. Поэтому очень надеемся, что скоро вернемся в свой родной дом. А вообще вам пришлось и в подвалах, наверное, посидеть, да? Был такой момент или нет? Лично мы, нашей семье, в подвале не сидели, потому что мы решили, если нам суждено. Потому что подвал – это страшная штука. И неважно, где бы в тебя прилетела. Либо ты в коридоре возле лифта сидела, либо ты в подвале сидела. Тем более, перед этим были прилеты в Харькове. Мы посмотрели новости, когда засыпают подвалы, и под обстрелами людей оттуда не достоят. Поэтому это было очень страшно, и как бы не хотелось этого. Ну, пересиживали у себя возле лифта. А семья у вас большая? Семья большая? Ну, дело в том, что старшие дети разъехались, которые старшие. А с нами остался вот мой муж, видеооператор, и с нами 10-летний ребенок. Мы были втроем, родители мои живут за городом. Я два месяца вообще не знала, что у них там происходило. Оказалось, все у них хорошо, все у них замечательно, слава богу. Два месяца – это в прошлом году, да? Ну, вот это, вот с февраля. Последний раз я с ними 23 февраля связалась, и потом у нас пропала связь. И до апреля месяца я не знала, что с ними вообще. И пойти мы туда тоже не могли, потому что везде были обстрелы, нас никуда не пускали. А до специальной военной операции как жил Мариуполь? В 2014 году уже все началось, а Мариуполь как жил? Мы всегда были русским театром. А вот украинский театр у нас был в Донецке, а мы были областным, донецким, русским, драматическим театром. Нас убрали слава русские, убрали орден на знак почета. Мы стали просто академический театр. И перевели нас на 70% украиноязычных спектаклей. А город у нас русскоязычный, поэтому мы очень потеряли в этом в публике. Мы очень потеряли, скажем так, в репертуаре, потому что переводить на украинский язык то, что знают на русском языке, вы сами понимаете, восприятие совсем другое у людей. Мы как бы и самим привыкшим работать в русском театре. Ну, мы пытались, мы выживали, скажем так, боролись. На самом деле, я думаю, очень хорошо, что мы остались все-таки русским театром, каким мы были изначально и склонно, скажем так. Допустим, я 30 лет назад, когда закончила театральное училище, я сюда приехала только потому, что это были русские театры. Ну, еще потому, что я родилась в этом городе, приехала домой. Распределение у меня было вообще в Днепропетровский украинский театр имени Шевченко музыкально-драматический. Так что я была счастлива, что я приехала в русский театр, скажем так. После показа спектакля премию «Верность сцене» имени народной артистки России Клары Шадько вручили исполнителю главной роли, заслуженному артисту Украины Александру Арутюняну. Мы с супругой были в Ростове, потом работали в Новожахтинске, но решили вернуться в Мариуполь. Потому что трудно это висеть. 32 года я отдал этому театру, хотел это шестой уже, если учитывать второй Мариупольский. Но работать надо, надо жить, надо любить своего зрителя, что-то показывать так, чтобы он оставался доволен. Надо жить. Искусство, оно должно быть. Всего один вечер мариупольцы выступали на сцене Ульяновского драматического театра. И уже в пять утра они мчались в другой российский город на гастроли, где их ждали. Ирина Антонова, Марат Мегдеев, Уллправда ТВ.